Садоводства по дороге на Мельничную Падь сегодня были под угрозой пожара. Сейчас на месте событий работает наша съемочная группа и на связи Александр Матрёнин. Александр, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, подробности. Здравствуй, Ильяна. Мы находимся на переднем фронте борьбы с огнем. Горят леса с 9 по 16 километр дороги на Мельничную Падь. Под угрозой оказались несколько садоводств, которые расположены по правую руку. Для того, чтобы предотвратить возгорание садовых участков, на борьбу с огнем были стянуты силы лесников и пожарных расчетов из Иркутска. О том, как развивались события, что происходит, я хочу попросить рассказать начальника отделения первой пожарной части Александра Гореева. Здравствуйте. Ну, эти леса уже горят давно. Начали они примерно с 25 километра гореть. Основная проблема – это поджог черной лесорубы, чтобы скрыть свои следы. Начали, ну, сжигают полностью деляны. Тем самым происходит уже угроза непосредственно садоводства. То есть, вот нас вызывают, очень много вызовов в связи с этим. То есть, люди жалуются. Вот нас выставляют сюда. Для этого у нас есть лесные ранцевые огнетушители. Это цистерна пожарная, в случае чего, если совсем крупная будет. Ну, а в глуби уже работают лесники. Спасибо, Александр. А я хочу добавить, что вы можете видеть, стоит огромная пожарная машина, в недрах которой закачано 8 тонн воды. Если тушить двумя стволами, как говорят пожарными, стволами «Б», то этой воды хватит примерно на 10 минут работы. Это делается для тушения деревьев, например, крупных таких очагов возгорания. Для тушения травы у каждого пожарного есть ранцевые огнетушители. Ну, не огнетушители, они наполнены водой, тушат траву. Но даже сейчас с этого места я слышу треск, как трещит валежник, горящий. Ну, и в принципе, я не сомневаюсь, что огонь до садоводства, если дойдет, то его пожарные отстоят. Яна, тебе слово. Александр, спасибо за оперативную информацию. Напомню, на связи со студией был наш корреспондент Александр Матрёнин.